К другим новостям. За заслуги перед страной Чувашии в парадном зале Дома правительства сегодня звучали фанфары. По традиции, накануне Дня Республики здесь вручали государственные награды. В числе лучших представителей медицины, промышленности, сельского хозяйства, образования. Многие сегодня получили звание заслуженных работников. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. И вновь на высоте птичьего полета чествуют лучших из лучших. По традиции, передовиков своих отраслей награждают накануне знаменательных дат. Какие только церемонии не устраивали в парадном зале под этим стеклянным куполом Дома правительства. Фантазии не иссякают. Правда, в этот раз решили обойтись без танцев и песен, чтобы не затягивать церемонию. Список награжденных уместился на пяти листах. В нем более 30 человек. Они такие разные. Судья, водитель, балетмейстер, ветеринарный врач, директор школы. Вместе виновников торжества объединяет одно. Все они любят свое дело. Их успехи двигают Чувашию вперед. Республика возвращает все сполна. Помогает пожилым и молодым. Большое внимание уделяется помощи молодым семьям, а также защите материнского и детства. Достигнуты неплохие результаты. Мы об этом говорили. За последние 20 лет по прошлому году первые мы вышли на положительную демографическую ситуацию. Это о чем говорит? Это о том говорит, что повышается качество жизни. Сегодня у семьи есть уверенность в завтрашнем дне. И снова глава региона вспомнил о детях. За ними будущее. Впрочем, с каждым годом в Чувашии становится больше многодетных семей. Супруги Харитоновы из Ибресинского района воспитали троих дочерей и двоих сыновей. Говорят, что своим чадом они всегда старались привить любовь к труду. Теперь перед их детьми открыты все дороги. Кто-то работает в больнице, кто-то в администрации. Заслуги оценили по достоинству. Галине и Валерию вручили медаль ордена «Родительская слава». За воспитание. За воспитание, за труд, за многолетний добросовестный труд. Он работает водителем 30, 40, почти 40 лет уже. Водителем в колхозе. Я работала всю жизнь в санитарке в больнице. Кикбоксер, чемпион Европы и мира вновь на высоте. К его титулам прибавили еще одну почетную награду. Звание заслуженного работника. Алексей Соловьев на протяжении многих лет тренирует молодых спортсменов. Ученики его школы не раз поднимались на пьедестал почета. Чемпион России есть. Есть неоднократный чемпион Приворска федерального округа. Кикбоксинг у нас сейчас развивается очень успешно. Детей очень много ходит, занимается. Победы Анатолия Головина сотни спасенных от болезни людей. Более 40 лет он работает пульмонологом. Когда-то он и сам стоял у истоков этой службы в Чувашии. Его заслуги перед республикой оценили по достоинству. Почетной медалью. Сейчас наши пульмонологи на достаточном счету. И мы продолжаем работать на уровне зарубежных. Тем более сейчас существуют такие стандарты, которые приняты во всем мире. Мы их внедрили. И добиваемся соответствующих результатов лечения больных. Лауреатами государственной премии признали авторов пьесы «Серебряное войско». Талантливые актеры, эффектные костюмы, которые воссоздавали по архивным документам. Спектакль произвел настоящий фурор. Он всегда проходил с аншлагом. Хотя, вспоминает режиссер, воплотить эту задумку в жизнь было непросто. Была тема настолько больная для современного общества. И очень было больное сопротивление этой пьесе. Но когда мы начали работу, особенно женский состав, он открылся этой темой. Уже заслуженных работников глава региона поздравляет лично. После официальной церемонии традиционная экскурсия по крыше высотки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Продолжение следует...